Вот посмотрите, только что мы привезли с блошиного рынка предметы и они сразу стали в натюрмортик. Туфельки главной героини, они у нас очень важный предмет, к которому мы подтягивали все остальные. Сначала драпировка с туфельками, потом коробка такая выдвижная с ключами. Ключи здесь. Мы сразу начинаем думать, чьи это туфельки и какие предметы пригодятся. Иноночка, расскажи, почему фотография детей здесь? Скорее всего, я так чувствую, что это мама, которая скучает за своими детьми в присутствии все-таки, скорее всего, может быть, разлуки какой-то, что ключи, какой-то секрет, может быть. Как-то вот от женщины, от женщины, которая скучает за своими детьми или которая очень любит своих детей. Пишет им письма, читает им сказочки. Да, читает им сказки, все-таки какая-то женственность, время, салфетка. А вот ключи-то не символ того, что их нельзя выпускать из дома? Надо за ними глаз да глаз нужен, да? Сто процентов. Мне что-то кажется. Ну, это женская территория. Все мамы с плактной такой, что ли? Конечно. То есть не теряйте нить информации, которая вам пришла с этих предметов. И мягенько перескакиваем. Это холодный был предмет, и тут же, то есть натюрморт. И тут же мы с Ноной по вдохновению от этих предметов, которые мы купили, выстроили еще один женский натюрморт с другими туфельками. Нон, откуда такой кошелечек? Что произошло? Девушка, женщина, купив марки, сейчас в преддверии, скорее всего, написания какого-то любовного письма, что-то происходит в душе, вкусно пахнет, вкусно... Лаванда, коробочки с драгоценностями, амулет, может быть, подаривший тем мужчинам. В общем-то, все про человека. Это их, это ее туфельки, этой дамочки, а это туфельки другой дамочки. То есть, все к нам в наш проект «Богема. Серебряный век». Спасибо авторам и исполнителям двух натюрмортов. Продолжение следует...